Всем привет, мои дорогие друзья! И в сегодняшнем видео я расскажу вам о последних прочитанных мной книг за последние месяца-два. Расскажу, что я прочитала уже в начале года, и я сразу вам скажу, что эти книги просто очень-очень сильно мне понравились, и о каждой я готова говорить очень долго. И те книги, которые я читала ещё в декабре, потому что про них я так же поняла, что ещё не рассказывала на своём канале. О каких-то вы уже, наверное, слышали, там, в лучшие годы или что-то ещё. Но ещё раз быстренько пробежимся по декабрьским, и давайте, наверное, начнём. Начну я с последних горячих, вот прям вот только-только прочитанных мной книг, и я прям начну с последних, которые я дочитала вчера. И это Фредерик Бакман, его бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Вот я вчера дочитала, и я поняла, что мне срочно нужно, я даже не дождалась конца января, я, может, ещё бы какую-то книгу успела прочитать, но я поняла, что всё, я не могу дождаться, я хочу рассказать про эту книгу. Вот столько закладочек у меня на ней. С Фредериком Бакманом у меня заложилось уже приятное такое знакомство с «Вторая жизнь Уви», «Тревожные люди». И самое интересное, Уви я читала, помню, что осенью, а «Тревожных людей» я читала в январе прошлого года. И эту книгу я очень хотела прочитать в январе. У меня уже такая хорошая традиция читать Бакмана в начале года, потому что «Тревожные люди» у меня сразу попали в топ того года 2022-го, они мне очень сильно понравились. И сразу скажу, что эту книгу я очень взяла предвзято, потому что я думала, что лучше «Тревожных людей» я уже ничего не найду. Тем более я знаю, что Бакман может быть своеобразный немного. Я читала и «Медвежий угол», который мне не понравился. И после вот этой книги я думала, а может мне все-таки дать второй шанс «Медвежьему углу» и там вот этой всей трилогии. Потом я опять почитала комментарии про вторую часть «Мы против вас», которые тоже не особо расхваливали. Я думала, нет, может быть все-таки вот те книги не для меня. Не знаю, я еще буду думать, но «Бабушка велела кланяться» это... Вот книга бывает такая, что вот берет вас как теплый плед, укутывает, согревает. Вот это такая книга. Я ее очень советую прочитать в какой-нибудь уютный зимний вечер или осенний вечер. Но я бы не советовала вам ее читать летом, хотя почему бы и нет, если у вас нет таких предпочтений с сезонных книгам. Но мне кажется, это такое очень уютное осенне-зимнее чтение. Книга о маленькой девочке, которая очень хорошо дружила со своей родной бабушкой, но, к сожалению, бабушка умерла и оставила девочке свои задания. Она должна была разнести письма с прощаниями, где она просит прощения у других людей. Они жили, девочка с бабушкой, да, у девочки есть мама, которая в положении и живет со своим новым мужем. И папа, они, как вы поняли, в разводе, папа живет тоже со своей семьей уже в другом месте. А девочка живет с мамой, но они с бабушкой живут на одной лестничной клетке. И она очень часто и все свое время проводит с бабушкой. И вот они настоящие подружки бабушков, взбалмошная бабушка творит такое. Она может залезть ночью в зоопарк, через забор перелезть. Постоянно они то в полицейском участке оказываются, то еще что-то. То она может запустить директора школы глобус в голову. Ну, вот так вот кажется, что за дурная бабушка, что она вообще вытворяет. Но у них такая была связь друг с другом. У них был свой секретный язык. У них была своя сторона снов, куда они попадали. И у них очень-очень была тесная связь между собой. И бабушка была для Эльсы, Эльса это наша главная героиня, это девочка почти 8 лет, была одним и единственным лучшим другом. То есть больше друзей у нее не было, и с мамой у нее отношения не особо ладились. И в школе она постоянно получала какие-то... Она постоянно убегала, сбегала, постоянно ее кто-то бил, шпынял. Ну, скажем так, хейтерили ее конкретно. И можно сказать про школьный буллинг, да? Это сейчас вспомнила все новомодные слова. Но на самом деле, да, жизнь у нее в школе была не сладкая. Постоянно получала она от каких-то суперзвезд школы. И никто ее не понимал, потому что она, как бабушка говорила, была особенной и не похожа на других, как и сама собственная бабушка. И после того, как бабушка умирает, покидает Эльсу, она обижена на нее, почему она ее оставила. Она обижена вообще на весь мир и не понимает, как ей дальше жить одной и как вообще ей существовать. И вот разнося эти письма, да, выполняя эти суперзадания, она находит себе новых друзей, узнает о своей бабушке намного больше интересного и вообще про ее прошлую жизнь, о которой бабушка ей не особо рассказывала. И вся эта история строится на их многоквартирном доме, подъезде, скажем так. И там живут очень-очень много жильцов, много соседей, которые друг с другом где-то не ладят. Та же Брит Мария ходит. И, кстати, это, я так поняла, продолжение вот этой вот книги. Здесь жила Брит Мария, хотя я даже этого не знала. В этой книге, как и во многих других книг у Фредерика Бакмана, но в «Тревожных людях» точно это и есть, судьбы всех наших героев как-то в конечном итоге переплетаются. И вот эта вот связь между одними и другими персонажами, которыми вы думали, что они никак вместе вообще не должны соприкасаться, и их жизни идут просто параллельно, как не в разные стороны, да. И, оказывается, где-то их судьбы сплетались намного раньше, и они друг друга знали намного лучше, чем предполагала наша главная героиня. Эта книга о людях, о их проблемах, о их ошибках, о их трудностях, и как с этим каждый справляется, как кто с этим не может справиться, и какие проблемы из-за этого получаются, да. Кто отчаялся и уже не может не жить, не готов, уже как-то просто существует. И как маленькая девочка вместе со своей бабушкой помогают другим обрести обратно жизнь, обрести любовь к жизни и начать именно жить настоящей жизнью, а не существовать. Это книга, которая вас доведёт до слёз. Там невозможно не прослезиться, потому что она... И вроде там, знаете, много каких-то бранных слов, но не могу сказать, что как в фарфоре, но вот это просто такие слова, вот показан характер. Но меня они не особо смущали, потому что там было намного глубже, там был смысл. И вот в конце ты просто сидишь, в каких-то местах ты прослезился, в каких-то ты вспоминаешь какие-то свои моменты жизни. Поэтому я очень советую вам эту книгу. Это действительно то произведение, которое покажет вам, что нельзя судить по человеку, по его обложке, да. Вы не знаете, что у него внутри и что с ним было в прошлом. Какие проблемы у него и какие вообще страхи у него существуют и как с этим бороться. Я считаю, что эта книга, мне кажется, где-то поможет, где-то подскажет каждому. И просто подарит вам уютные несколько вечеров за её прочтение. Это, кстати, последнее, одно из, наверное, последних таких зимних видео, где у меня ещё стоит на заднем фоне ёлка. Мне кажется, все уже убрали такой новогодний декор. А я ждала, я вот хотела именно эти книги, про эти книги рассказать. Именно, чтобы у меня стояла ёлка. Потому что всё это время, когда я их читала, у меня в комнате горели огоньки, горели свечки. Чтобы вы понимали, даже свечка у меня уже осенняя. Я опять зажгла осеннюю свечку, потому что зимние свои я уже все сожгла. Вот, поэтому пора бы уже покупать весенние, пора бы уже приобретать какие-то весенние свечки, весенние открытки на доску и какой-то вообще новый декор. Хотя ещё целый февраль впереди, но всё равно февраль это уже предвкушение весны, и мы, конечно же, все её ждём. Сразу расскажу вам ещё о двух книгах, хотя их чуть-чуть перебила одна книга такая, о которой я тоже буду рассказывать, но попроще. Потому что вот эти три книги, это просто, это была какая-то бомба в январе от эмоций, которые я пережила. И знаете, вот как год начинается, так как он начнётся, книжный ваш год, так вы его и проведёте. У меня, в принципе, такое есть правило. И я помню, в прошлом январе я прочитала очень-очень много книг, и в январе было очень много хороших. Я как раз читала «Тревожных людей», «Вороне озера», «Мэри Лоусон» я читала, по-моему, про Ханжелу я читала. Ещё какие-то точно были книги, сейчас вот точно не вспомню. И в этом году у меня три книги, вот я вам говорю, которые вот так вот просто сжали моё сердце и просто перевернули, и у меня столько эмоций от них. И вторая книга — это «Остров русалок Лизы Си». Это книга, о которой я очень много говорила, которую я очень, я безумно её хотела прочитать, я её безумно хотела купить. И я так рада, что я это всё-таки сделала, что я её приобрела и прочитала. Я не смогла её отложить, я поняла, что всё, я её буду читать в январе. И я как раз поехала в Москву как раз сдавать какие-то экзамены в «Ласточки». Я её открыла, и я просто не смогла оторваться, пока я её читала. Я приходила домой, я сидела и читала эту книгу. «Остров русалок» нам рассказывается о женщинах с острова Чеджудо, о женщинах Хэньо, которые спускались на глубину до 20 метров. Под водой, в океане, в море. И ловили морских вот этих вот осьминогов, водорослей. Доставали просто с глубины, с морского дна. Это книга об очень сильных женщинах, которые вам будет очень интересно читать, и в то же время вам будет тяжело, потому что у вас мир перевернётся. Это женщины не... Да, они такие же сильные, да, но у них немного свой мир и своё понимание. Потому что, понимали, мужчины на их острове занимались детьми, кормили и целосовствовали. А женщины должны были родить, должны были прокормить семью, то есть ходить на работу. И они работали круглый год. То есть зимой, когда вода была ледяная, они тоже ныряли. Для меня это было что-то вообще невероятное. Я долго не могла понять вообще и представить, как это можно. Тем более на дне морском столько опасностей. У тебя может застрять их оборудование, зацепиться за что-то. И морское ушко может его вот так вот защемить. Всё. Хёное больше никак не сможет себя спасти. Или осьминог может ужалить. В общем, там столько разных опасностей. И каждый раз вот они уходили, ну, явно на верную смерть. И многие дожили до 70 лет, до 80 лет. И многие в этом возрасте даже ещё и ныряли. И у них была глава кооператива их. И вот у них прям целые были группы. Но эта книга даже не только о вот этой силе женщин, но ещё и тут затрагиваются политические события. Это разделение как раз Кореи на Северную и Южную. И какие ужасы они претерпевали со стороны японцев. Какие ужасы они претерпевали со стороны освободителей американцев. И это рассказывается вот этими женщинами, да, нашей главной героиней. Вообще история всей её жизни от маленькой девочки и до уже зрелой женщины. Тут опять две у нас такие линии в настоящее время в современном мире и то, что было раньше. И главная тема это дружба двух подруг. Вот нашей главной героини Йон Сук и её подруги Ми Джа. Как их судьбы шли вместе, вместе долгое время. И в какой-то момент переломные они разошлись по разным сторонам. Что произошло и вообще из-за чего так случилось. Изначально наша главная героиня была дочкой. Её мать была главой кооператива. Она заведовала всеми конё. А девочку, которой они приютили, она была без родителей. Она жила у дяди-стёти. Ну как не приютили, а взяли под своё крыло Ми Джа. И подруга в дальнейшем Йон Сук была дочерью коллаборационистов. И их в деревне не любили. Это те люди, которые работали на японцев. Но выбрали более лёгкую себе жизнь. Более жили они в достатке. Поэтому, естественно, их не особо любили. И на этой девочке всегда было это пятно. Как их судьба дальше распределилась, какие у них были семьи, это всё будет в этой книге. Дети, дальнейшая вообще жизнь их, дальнейшая их дружба. Дальнейшее развитие сюжета. И вот на нашу главную героиню это один герой. И вот через неё показана вообще история всех Ханё. История вообще острова и жителей этого острова. Какие потери она переживала. Потому что на её век было очень много тех людей, которые она, к сожалению, потеряла. И это очень тяжело читать. Некоторые моменты действительно очень тяжёлые, очень сильные. Но эта книга, ну, я вам очень её рекомендую. Если вам нравится такое, если вам нравится серия Аркадия и Роза Ветров, если вы любите читать про какой-то быт и про какую-то культуру другой страны, тяжело вам сразу говорю, очень эмоционально тяжело. Но оно того стоит. Вот после того, как вы её закроете, вы прожили этот мир, грубо говоря, да, эту жизнь вот с героями этой книги. И следующая, третья книга, о которой я вам очень хочу рассказать, это, конечно же, Ирландия Эдварда Резерфорда. Я даже не думала, что настолько она мне понравится. Тоже одна из тяжёлых книг. И эмоционально первое, вообще, начало этой книги было для меня очень тяжёлое в этом плане. Я очень переживала за героев. И, чтобы вы понимали, эта история, да, Ирландия, сначала там с 300, по-моему, какого-то года, по 1500, допустим, 97, да, то есть 15 столетий вы проживаете вместе с жителями Ирландии. И вы проходите от самых старых поселенцев, да, Ирландии, Дублина, когда он ещё назывался и писался через тире Дублин. И уже до того времени, когда Дублин был в одно слово написан. И самое начало, даже, давайте я вам... Тут есть и карта, даже несколько карт. И есть вот такое генологическое древо. Вот такое вот генологическое древо. И вот давайте я вам просто зачитаю пролог. Давным-давно, задолго до прихода Святого Патрика, ещё до появления кельтских племён, до того, как возник кельтский язык, в ту пору, когда ирландские боги ещё даже не расстались со своими именами. Пусть они всегда застоверны, и всё же доказательства есть. Земля сохранила свидетельство их присутствия. К тому же, можно призвать на помощь воображение, как делали люди с давних пор, когда только начали слагать легенды. В те древние времена обычным зимним утром произошло одно незначительное событие. Такое должно быть случалось много раз, год за годом, и можно предположить, век за веком. И вот в следующей стройке просто зима. Ясное, бледно-лазаревое небо перед рассветом. Вот-вот из моря поднимется солнце. На восточном побережье острова уже виднеется вдоль горизонта его золотистая семьянь. Это был день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году. Я дальше, конечно, вам не буду читать, но слог вы автора этого поняли. Он очень красивый, он очень красочный. Его приятно читать, ты им наслаждаешься. Но помимо красивого слога, у тебя ещё очень остросюжетные повествования. Там поделено на несколько каких-то сюжетных линий, несколько даже, скажем так, сюжетов, которые разделены тоже на какие-то сюжетные линии каких-то героев. И, ну, естественно, поколения-то сменяются. И чтобы вы не бойтесь потерять линию, потому что сначала об одних говорится, потом уже о их предках, и так, и так, и далее. И вот сначала действительно ещё язычество, ещё боги, ещё жертвоприношения, даже человеческое жертвоприношение. Это самый, наверное, тяжёлый момент в этой книге для меня был. Потом уже приход Патрика на остров и вообще вот праздник святого Патрика. Вы об этом более узнаете, как вообще пришло христианство в Ирландию и как постоянно две, ну, скажем так, конфессии, не конфессии, да, христианство и язычество вот как-то шли между собой. Тут даже есть... Я даже делала закладку. Такая была цитата. Вот. Так что, если у какого-нибудь кустца в Дифлене висело наше нечто вроде креста, никогда нельзя было сказать с уверенностью, то ли это распятие, то ли молот Тора. Вот то, что вы должны знать о Древней Ирландии и то, что тут вам и христианство, и тут вам ещё язычество, и кто вообще такие друиды, кто такие барды. И всё это проносится сквозь века. И какие-то переломные моменты в истории Ирландии в этой книге тоже есть. И какие-то крестовые походы. И битва уже королей. Тут уже дюроны, по-моему, в конце. Я просто в истории не особо сильна. И самое интересное, что любовные линии тут тоже есть, и они прям очень-очень сильные. И я в некоторых моментах возмущалась, что почему тут мужчины выбирают не женщин, а выбирают нечто более, скажем так, высокое. Ну, кто читал, тот поймёт. Поэтому все, кто любит вот такие вот исторические какие-то моменты, обязательно прочтение. Но те, кто любит тоже просто что-то почитать о других странах, да, потому что это действительно как роман. Тут нет никакого такого сухого повествования. Резерфорд, он может обогатить так язык, что вам будет очень интересно читать. Хотя вот я исторически, я очень переживала, думала, тут столько будет всего непонятного, как я буду вообще пробираться. Нет, я как начала читать, так сразу вот всё поняла, и было очень легко читать. Поэтому книга тоже одна из лучших в прочитанном в этом году. Чуть-чуть уже у меня какие-то эмоции поутихли по поводу неё, но после того, как я прочитала, я ещё долго от неё не могла отойти, потому что тут такие моменты есть. Вот ты просто, тебе приходится перезагружаться после них. Да, и я очень люблю такие книги, потому что ты такой... Когда не вспоминаешь, ты вспоминаешь эти прожитые впечатления, и ты такой, да, думаешь, книга прочитана не зря. И следующая книга, которую я прочитала, по-моему, прям в самом начале января, это была «Гипотеза любви» Элли Хейзлвуд. Это, по-моему, книга, которая написана по фанфику «Звёздных войн». Вот, я в этой теме не сильна, но я её просто читала, как какую-то такую романтическую новеллку, романчик от издательства «Миф». И она пролетела у меня просто где-то, ну, вот, её начинаешь читать, и от неё тяжело оторваться, потому что она настолько так легко читается. Это молодая аспиранка, которая работает в научном институте, и научный руководитель. Но он у неё не руководит, а не как-то у неё другой научный руководитель. Но там так получается, что она просит его на секунду, ну, быть её парнем, фейковым, скажем так, потому что там подружка на неё смотрела, она сказала, что идёт на свидание, и вот они и поцеловались. И на этом всё завязывается, закручивается. И дальнейшие их отношения... А он такой был весь недосягаемый, томный, умный. Всех студентов он вот так вот мог просто тебя унизить, отправить обратно, переписывать весь твой доклад, всю научную работу. Его все боялись, он был такой... Тёмная лошадка такая была. И она такая простая девчонка, и им этот роман был обоим на руку. Но что из этого выйдет, скорее всего, все догадались. Но тоже с какими-то такими определёнными моментами, какая-то кое-где недосказанность. И вот она уже там чувствует к нему не только привязанности другого, а нечто большее. Он там тоже непонятно там, что он чувствует, а она думает, что он к ней ничего не чувствует. Ну, в общем, такой чисто молодёжный такой роман, который очень легко почитать. Просто чтобы, если вам всё надоело, вы устали уже работать, учиться, то вот эта книга самая то, чтобы развеяться и интересно провести своё время. Следующие четыре книги я уже читала в декабре. И тоже хочу ещё рассказать про одну книгу, которую я уже дочитывала в январе. Это Сэмерсет Моэлл и его Луна и Грош. Как я сказала уже в прочитанном... Нет, не прочитанном, а не помню я, где я это уже говорила, что если бы я успела её прочитать в конце декабря, то эта книга обязательно бы оказалась в лучшем прочитанном за 2022 год. Луна и Грош — это история художника, который сбежал от жены, от своих детей, от всех своих обязанностей и работы и начал творить. Творить и в прямом переносном смысле. И наш главный герой вообще с ним дружит, но не был знакомый, он поехал к нему по просьбе его жены вообще разведать, с кем он уехал, потому что она была уверена, что он уехал с любовницей, но это оказалось не так. И вот у них такое знакомство, дружба завязалась, и он начал дальше... Ну, не то что следить прям за его жизнью, но так получалось, что когда он приезжал в Париж, он постоянно с ним виделся. И тут в его жизни начинает твориться такое... Я просто, я сидела, и я думаю, ну как же ты так можешь поступать? Я так была возмущена. У Маэма, он любит так делать, потому что я, что, узорный покров, очень долго возмущалась, и в принципе, ну, мне было прям... Не то что тяжело, это было интересное чтение, но я прям всегда в измущении о книгах Маэма. И тут, ну, так захватывающе, так было интересно, я так наслаждалась вообще слогом автора, и я думаю, почему же я так давно не читала Маэма? Мне хочется его читать всё больше и больше. Я уже знакома с его узорным покровом, с театром. Вот, кстати, театр бы я на самом деле бы, наверное, перечитала, потому что читала его очень-очень давно. И остальные книги, которые у него есть, конечно же, мне тоже хочется прочитать. Далее ещё одна книга, о которой мне тоже очень хочется вам рассказать. Это «Хижина Пола Янга». Книга, которой хочется советовать многим, особенно тем, у кого какие-то есть проблемы с верой, у кого какая-то есть недосказанность или кто-то отвернулся от неё. И, знаете, на самом деле, когда я начала читать, я, конечно, не могла себе представить, что тут Бог будет три ипостаси у него будет и одна из «Афроамериканская женщина». Это было для меня что-то, то, что я не ожидала, потому что то ли я плохо читаю аннотации к книгам, то ли я иногда знаю, о чём книга, но как-то более своё представляю. Вот, иногда у меня такие неожиданности случаются. Но это книга, в которой, вот, ты сидишь и после неё хочется тебе задуматься. Даже, мне кажется, многих она на какой-то путь наставит обязательно. На веру, на Бога, да, посмотрите с другой стороны. И хоть это, ну, получается, католики они, наверное, по-моему, они католики, но всё равно Бог един, и даже там было такое. Он говорит, «Нет, я не христианин, ко мне же обращаются и буддисты, и мормоны, в общем, все». Потому что действительно Бог един, и каждый просто, ну, в своей вере его представляет. Это очень интересная книга. Вот, особенно, кто сбился с пути или для кого эта тема как-то закрыта, я советую вам прочитать. А сюжет, я забыла вам сказать, основится на том, что мужчина, у него было трое детей, и одна дочка, к сожалению, стала жертвой серийного убийцы. И всё после этого наш главный герой, маг, теряет веру и в Бога, и вообще он не может простить ему, как, и с его дочкой произошло такое. И двое других детей закрываются и с женой, у них не всё гладко. И вот такая вот встреча его переворачивает с ног на голову и даёт ему другое немного понимание. Даже тот момент, когда его заставили судить Бога, судить человечество, судить своих же детей, и тут вот он понимает, что а кто мы такие, чтобы судить других людей, какие бы они не были. Поэтому тоже эту книгу очень советую. И две другие книги, которые я тоже читала, и одна это была «Загадай любовь» Аси Лавринович. Тоже книга, но максимально лёгкая, максимально для того, чтобы отдохнуть. И я как раз её читала во время сессии, потому что во время сессии тебе ни о чём другом не хочется думать, как вообще ни о чём. Но такие книги помогают не грустить, помогают повеселиться, посмеяться. И вот книги Аси, они для того, мне кажется, и созданы, чтобы ты в суровое такое время, тяжёлое какое-то время смог улыбнуться, смог по-детски посмеяться над какими-то шуточками подростков, вспомнить себя в это время. Вот за это я их всей душой очень сильно люблю. И у меня закончились книги Аси, которые у меня были не прочитаны, потому что «Загадай любовь» это была последняя книга, которую я и у неё не читала, которая у меня есть в наличии. Поэтому я думаю, что в скором времени придётся ещё раз запасаться другими книгами Аси, её новинками. У меня много в хотелках её книг, потому что они как лекарство для души действительно та книги, которые, когда всё плохо, ты их прочитаешь и думаешь, ну, они всё так плохо. Потому что они поднимают настроение, они веселят и дарят какую-то надежду на сказку, на волшебство и на любовь. И последняя книга, которую я сегодня хочу сказать, это «Ёлка, пряники, подарки», издательство «Миф». Это, наверное, самая такая одна из неудачных книг и вообще покупок, которые были мной совершены. Потому что, ну, если вы посмотрите на её объём, вы поймёте, чем я недовольна. Та цена, которая стоит на неё, вот в этот объём точно не вписывается. Да, очень уютно, мило посчитать её под ёлочкой, под Новый год, но истории такие немножко тривиальненькие, такие слишком-слишком детские, но очень красивая, конечно, обложка, очень-очень уютная. В этой книге четыре, наверное, истории рассказаны, или пять, уже не помню, я их быстро, я за день её прочитала. Не могу сказать, что она меня прям полностью впечатлила, к сожалению. А на этом моё видео подходит к концу, я вас всех сильно-сильно люблю. Напишите в комментариях, какие книги читали вы последние и то, что вам очень-очень сильно понравилось и запало в душу. А я вам желаю всего самого-самого наилучшего, хорошей, тёплой погоды, пусть весна к нам придёт побыстрее, и пока-пока! Ух! Ух! Продолжение следует...